снимаю видео по просьбе трудящихся попросили смет размера нет у меня пустого ящика заполнены не знаю зачем тем не менее 43 тут чуть сужается по защелкам по мере 43 по защелкам если здесь 32 и 5 меньше но можно сказать что 32 и 5 высота 9 по внутренним ячейкам вот это вот центральная которая не вынимается и собственно я так понял что человек хочет ее выпилить ну я не знаю зачем в общем жесткость конструкции потеряется если это выпилить 24 5 на 15 грубо говоря но это я с братами мире здесь вот до ручки вот это выемка 24 сами маленькие ячейки так а у меня собранные нет такой инструмент оставлю где-нибудь вот эти большие вот эти большие померяем эти боковушки 12 и 5 буду мерить по узкой части 12 и 5 на 6 и 5 это без бортов сами маленькие вот эти внутренние 7 и 8 где-то я думаю на 7 не меньше это это маленькая ведь больше 7 и 2 вот эти вот которые чуть больше вот этого чуть меньше здесь 6 и 7 где-то на пару миллиметров она меньше потому что здесь вот плохо видно вот эти вот короче корпус здесь чуть толще здесь он тоньше соответственно вот эти 7 так 7 и 4 они 7 он еще раз 7 и 8 где-то так так маленькие совсем маленькие вот эти сейчас нужно вытащу видно что я ящик использую для тоже электроинструментов человек написал мне хочу такие ящики использовать для переноски инструментов для работает работает с электрикой так 7 и 2 7 и 3 7 и 2 сами понимаете рулетка не самый точный инструмент и тут тоже 7 и 8 где-то так вот эти чуть больше вот эти чуть больше эти 8 я надеюсь там видно как я размере 8 из 7 8 8 где-то так на 8 и 7 не похоже на квадратные но это из-за вот этого бота в общем скажу свое мнение я так храню инструмент вон там жимка кобелерез зачистка кусачки разные всякие отвертки не электрически она то все здесь вроде как помещается я бы не сказал что это суперудобно вот я вот уже пихая человеку который попросил меня это все измерить я бы посоветовал купить рюкзак для электрика если хочет что-то с собой носить потому что переносить что-либо в таких ящиках не очень удобно здесь уже ручка чуть-чуть торчит приходится вот так вот делать пару штук носить несколько штук носить таких с собой ящиков ну тоже такое себе но я высказываю свое мнение а там уже какая думает так глубину не по ней глубина везде одинаковая глубину сам них коробочек где-то плюс-минус 7 и 5 это плюс-минус 7 и 5 я же говорю на вот я вот для вот таких вот вещей всяких и потом биту запасной положить гильзы положить чтобы они не валялись какие-то клеммники все здорово пару инструментов вот таких вот типа рынки в маленькие вот такой тип обжимки для изернета вот такие ну короче маленький инструмент вот типа вот такого это это видовала какая вот только обжимка сюда хорошо это обжимка для как села ну для телевизионного камера короче телевизионного видео зачистку положить маркер положить но более менее нормально уже не очень удобно то есть если их совсем мало инструмента то тогда еще как куда не шло но допустим я сюда вот положил пассатижи там еще что то то что для них какие-то натвертки ну как бы запихнуть запихнул но не знаю я знаю что у электриков профессионально кто этим занимается у них больше всего соответственно даже если два ящика ну разве что тут выпилить вот это штуки но какой смысл есть ящики которых это все вынимается пустые плюс это в руках возить не знаю рюкзак по моему самый оптимальный это рюкзак электрика у которых есть органайзер внутри который положите пассатижи и так далее честно говоря даже сам задумываясь над тем чтобы типа такого или рюкзак или все-таки отдельный какой-то ящик я пока не знаю потому что я то не езжу я не занимаюсь электрикой профессионально это так только по дому себе поэтому в принципе может и такой вариант я и оставлю но у меня таких мы под электрику два ящика задействовано но во втором то тоже вот всякая мелочевка лежит она нормально но это для дома а для перевозки но не очень не очень но тяжело вот уже то разве что тут выпиливать и эту чтоб сюда ручка влазила на выгибает комментариях писать долго видео высказать мнение поэтому вот мое мнение по этому всему поводу в машине как вариант нормально но опять-таки для машины именно для всякой мелочевки клеммники какие-то дрянь и джеки и там не знаем швы и швы и шмы и все остальное там можно даже пару автоматов положить запасных в такой ящик и будет вполне нормально но это быть для перевозки в машине ты же их тогда делаешь действительно целую стопку у тебя там именно расходка везде а сам инструмент но отдельный ящик только отдельный ящик ну что в принципе но я не скажу что вот это вот решение удобно мне просто нету подходящего пока что ящика под их отдельно вот такой вот инструмент поэтому мне приходится выкручиваться а для профессионалом и я уже повторяюсь для даже если не профессионально только начинающий электрик или еще что-то но не годится замахаться можно вот я у того уже беру но он довольно тяжелый то есть в руках носить и это всего лишь один и тут почти нету инструмента что там пара кусачек длинногубцы пассатижи зачистка 1 зачистка то есть по идее должно быть две еще такая с прямым должна быть зачистка там нож на подрезку ну вот эти вот обжимка может не нужна человеку для изернета хорошо она там скомпенсируется вот а для ншв и тоже другая обжимка то одного типа есть другого который со всех сторон обжимает ну не знаю будет очень тяжело реально будет тяжело это все тягать в руках как по мне рюкзак рюкзак самый а то то есть при на объект если ехать узнавать что конкретно надо то есть либо приезжать предварительно смотреть а потом уже ехать конкретно знаешь что тебе нужно ну я имею ввиду из расходки с каким-то минимальным запасом и рюкзак вот рюкзаки есть очень классные да не дешевые но это покупка на не один год если нормально пользоваться там не пинать его не 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 раздирать и так далее то будет служить верой и правдой вот я же говорю что в этом плане я вот подумываю по поводу рюкзака но честно говоря мне он не особо нужен опять-таки в силу того что я непрофессиональный электрик не скорее ящик какой-то но ну в общем не опять повторяюсь все такой вот видеоролик по просьбе трудящихся не знаю вроде все померил вроде бы все померил не знаю еще сама ручка вот еще сама ручка вот это углубление где-то 7 и 5 это углубление не знаю все все всем спасибо за внимание